Итак, мы начинаем девятую главу, у вас 466 страница, там достаточно легко найти девятую главу. И как вы правильно заметили на прошлой неделе, когда мы выпивали, как по старой древней традиции, а слава богу уже больше чем 10 лет мы изучаем эту книжку тут, здесь по окончанию каждой главы мы это дело отмечаем. Это действительно еврейская традиция отмечать, окончание главы книжки, мы заканчиваем эту книжку, здесь большой форбрейгинг, потому что действительно это еврейская традиция, допустим, на окончание Талмуда, это вообще устраивает большой праздник, даже в канун Песаха, когда принято, что первенцы постятся, то для того, чтобы не поститься в канун Песаха, что достаточно сложно логистически, да и вообще физически, для этого пытаются закончить раздел Талмуда, чтобы тот, кто обязан поститься, участвуя в таком большом мероприятии, считается, что это настолько важный праздник, окончание целого раздела Талмуда, что даже пост отменяется. Ну и поэтому нормально праздновать окончание чего-либо, а на самом деле мы празднуем не окончание, а начало чего-то нового. И на прошлом занятии, несмотря на то, что мы не записывали, потому что в основном мы отмечали, мы чуть-чуть начали говорить о девятой главе для того, чтобы, так сказать, присоединить окончание предыдущее к началу новой. И что такое девятая глава? Я сразу хочу предупредить, девятая глава, она очень-очень сложная. И вполне может быть, что мы на ней задержимся достаточно много времени, хотя кому говорить, мы столько задерживаемся на каждой главе, что если еще больше времени задержаться на девятой главе, так вообще непонятно, когда мы ее закончим. Хотя, если я не ошибаюсь, Марат предполагал, что к Хануке мы уже закончим всю книжку, но я не был бы столь оптимистичен. Может быть, к следующей Хануке. К Гогу? Да, но девятая глава действительно очень сложная. Сложная она, в первую очередь, потому что она очень теоретическая. Я объясню, почему она очень теоретическая. Если мы в прошлой главе объясняли разницу между тем, что мы называем высшая Чува и низшая Чува, Чува Тита и Чува Ила, где большую часть главы мы посвятили именно тому, что такое низшая Чува. Нишая Чува, это значит, она плохая. То, что мы называем термином низшая Чува, это Чува, это то раскаяние или возвращение к себе, максимальное состояние, которое человек может достичь своими собственными усилиями. Вот то, что мы называем сделать Чуву, раскается по максимуму, это и есть Чува Тита. И так как мы уже много объясняли различных каббалистических термин, как это происходит, и что такое грех, и поэтому я не буду во всем этом повторяться, но что такое Чува Тита, это возвращение как раз буквы на место. Если грех, как мы говорили, это когда мы забираем букву из мироздания, или в общем мы забираем букву Эй из общей системы имени Всевышнего, которая описывается обо всем мироздании, а буква Эй это и есть, так сказать, аутпут, аутпут Всевышнего, через который он с помощью речи творит этот мир, то грех это тогда, когда мы нарушаем вот эту вот большую-большую матрицу, которую мы называем всем мирозданием, или другими словами нарушаем баланс в мироздании. Чува Титаа, это полноценное возвращение этой буквы на место. То, что мы объясняли до 8 главы, это почему такая вот полная Чува, или в данном случае мы называли полная Чува Титаа, она настолько сложна, потому что нам нужно своими собственными усилиями вернуть мироздание в то состояние, где заново открывается портал, в котором мы нарушили этот баланс, в котором мы забрали букву. То есть, так как мир творится каждое мгновение заново, то в тот момент, что мы что-то нарушили, испортили в этом мире, в следующее мгновение этот мир модифицируется, и баланс восстанавливается. Но то, что мы нарушили, оно уже остается с нами. Для того, чтобы раскаяться, это тогда, когда мы своими собственными усилиями можем этот мир изменить настолько, что он вернется в то состояние, где то, что есть у нас, вот этот грех, который мы взяли, как говорят на русском, взяли себе на душу, и это то, чего не хватает для того, чтобы восстановить баланс. Понимаете, о чем я говорю? То есть, это момент очень шаткий, это момент мгновения, поймаем мы его или нет, поймаем мы эту же птицу или нет. Так вот, это вот состояние, модификация всего мироздания, это то, что доступно для человека, и это называется шватита, это тот момент, когда буква Гей обратно возвращается к четырехбуквенному имени Всевышнего. То есть, когда мы, вспомните то, что мы говорили, что не Всевышний отправляет еврейский народ в изгнание, а мы тянем за собой в изгнание Всевышнего. Сказано, что евреи ушли в изгнание, божественное присутствие уходит с нами. То есть, когда мы уходим в изгнание, мы за собой уводим это божественное присутствие. Мы объясняли с вами по поводу разрушения храма, что храм в том состоянии, в котором он был задуман, разрушен быть не мог, просто наше с вами нехорошее поведение привело к тому, что храм уже был разрушен в духовном смысле, и поэтому какой-то левый Новохудоносор или Тит, и Блиспасиан могли прийти и его разрушить. Потому что мы его уже разрушили, дальше там только камушки остались, которые нужно было разрушить. Таким образом, когда мы нарушаем какую-то заповедь, мы берем это божественное присутствие и заставляем его нарушать эту заповедь, заставляем его творить эту реальность, реальность греха. В тот момент, что мы едим что-то некошерное, мы заставляем всебожественное присутствие, которое является неотъемлемой частью еврейской души, есть что-то некошерное. То есть мы эту букву Гэй, которая является тем рупором, если так можно сказать, Всевышним, которым творит этот мир, мы притягиваем с собой во всю задницу, в которую мы сами влезаем. Извините за выражение. Чува ТТА – это наша возможность вылезти из этой задницы и достать с собой эту букву Гэй, и вернуть мир к такому состоянию, где мы просто как магнитиком спокойно бамс и поставим эту букву Гэй на место. Но это все называется только низшая Чува. И главное различие между низшей Чувой и высшей Чувой – это то, что низшая Чува – это наше исправление чего-то. То, что мы называем Чува Илаа и высшая Чува, высшая Раскаль, высшая Возвращение – там нет никакого исправления. И поэтому в конце прошлой главы, когда Алта Ребе говорит о Чува ТТА, он говорит об этом очень схематично. Он говорит об этом очень мало, он не уделяет этому должного внимания, потому что на самом-то деле понятие, что такое Чува Илаа в этой книжке не должно быть. Эта книжка относится к нам с вами. Нам с вами до Чувы Илаы, до высшей Чувы, даже не как до Киева Раскаль. До Киева Раскаль – это есть Киев и есть Раскаль, да? То есть там есть какое-то применение. А Чува Илаа – это вообще Ло Бе Эрех, это ни Киев, ни Рачки. Это никакого отношения к нашему восприятию действительности не имеет. Это состояние Чувы Илаа – это состояние праведника. Как мы знаем, своим собственным усилием праведником стать невозможно. Это какое-то вмешательство сверху. Поэтому Чува и то, на что направлена книжка, книжка средняя, которая заключает и максимально использует свой потенциал, это назвать невозможно. И поэтому объяснение, которое приводит в девятой главе, оно абсолютно теоретическое. В этой девятой главе Алта-Ребе уделяет внимание тому, что такое это высшая Чува. И объясняет это в абсолютно схематичных каббалистических терминах, которые нам придется с вами немножко разобрать на протяжении всей этой девятой главы. Она не такая короткая, но объяснять нужно будет очень много. Итак, что же Алта-Ребе хочет нам объяснить? Нет, книжки, да нет, сори. 466-я страница. Так? Бью-раинья – объяснение этого, то есть объяснение того, что такое Чува Илаа, что такое вот это высшая Чува. Как написано в книге «Зор», «Ктикуней Зор», «Одна из частей Зора» и в других нескольких местах. «Да бина иит Шува Ила», что бина – это и есть высшая Чува. Теперь, кто здесь не было, года 4 назад, по-моему, когда мы только начали эту новую часть Тани, где-то раз в 4-5 лет, по-моему, я такое устраиваю, общее введение в каббалу, терминология, как подсчитывать, с чем это кушать и учить это как математику. Может быть, стоит какое-то время тоже это повторить, но давайте сейчас немножко поговорим о терминологии. Что такое бина? Бина в дословном переводе – это понимание, да, от слова «лайавин» – понимать. Но как в каббалистических терминах просто буквально значение слова, оно не передает на самом деле, что означает этот термин. Напомню только, что когда мы говорим о каббале, мы говорим как о математике, нужно просто усвоить какую-то систему. Я не люблю все эти фальсификации, типа сны, астрология, насморк, геморрой и так далее с точки зрения каббалы. Дам, господа, это к нам не имеет никакого отношения, говорю я к этому не со своих слов, а со слов своих учителей. Это очень классно, это очень привлекает людей, прийти и поспать на такой лекции – это замечательно. Но никакого отношения к действительности это не имеет. Когда я могу сказать о себе, когда я начал изучать каббалу, а мой учитель был действительно и остается величайшим каббалистом нашего поколения, он мне просто напрямую сказал о том, что это нужно выучить как математику. Данная литература, которую нужно читать – это система, которая дает нам возможность понять какие-то вещи, которые другой терминологией объяснить невозможно. И это еще одно, как часто на таких популистских занятиях по каббале объясняется, что слово каббала, идея каббала – это слово принимать, тебе нужно принять, безоговорочно это все принять. Нет, слово каббала, к сожалению, даже большие раввины часто в этом ошибаются, несмотря на то, что это однокоренное слово, никакого отношения к принятию не имеет. Слово каббала происходит от слова макбиль, что означает параллельный, имеется в виду, что есть какие-то измерения, которые не поддаются рамкам нашего интеллекта. И поэтому Бороха Шем, наши мудрецы, которые немножко были просветлены нас, и не все этим занимались, не всем, которым мы называем мудрецами, мудрецами Талмуда были единицы, которые занимались каббалой, и ничего, спокойно жили, записали весь вавилонский Талмуд, и было огромное количество мудрецов, например, таких люди, как Рамбам, Рамбам вообще не признавал каббалу. Рамбам – это еще одно заблуждение популистских лекций о философии каббале, о том, что философия каббала не имеет никакого отношения к друг другу. Философия каббала – это две абсолютно противоположные дисциплины. И если да, то Рамбам, он был маймонитом, был величайшим философом, тот, который, в общем-то, и создал еврейское учение о философии, что многие за него, его за это критиковали, то его, так сказать, параллельно с ним был в другом риск, когда Рамбам – это же мой же, только Бен Ахман, который как раз был величайшим каббалистом своего поколения. Но каббала, которую мы изучаем сегодня, она основывается на списаниях Аризали, который даже сам Аризали их не записал, а написал их ученик Рабхайм Виталь, а на самом деле есть много, есть еще каббала по Рамаху, там, и так далее. Есть много разных подходов, но главное понять, что каббала происходит не от слова «принимать», мы принимаем какие-то духовные величины, как там ангелы бороздят большой театр в мире Ацилус, нет. А это не принятие какое, а это набор терминологии системы, который позволяет нам и объяснить параллельные измерения, которые в простом человеческом интеллекте, в простом человеческом терминологии не укладываются. Поэтому каббала происходит от слова «макбиль». Теперь давайте два слова поговорим. Макбиль, что значит «параллель»? О том, что значит «бина» и почему вот эта высшая тшува называется, не просто говорится, что это относится к аспекту «бина». На самом деле правильно перевод слово «сфера» на «савритово», то есть вот эти 10 сферот, которые мы наверняка слышали, это правильно перевести аспект. Мы когда-то в Ешивер как раз учились, именно кабблу, долго с одним моим очень близким другом обсуждали, как правильно слово «сфера» перевести на русский язык. Опять же, очень часто, очень образованные люди, которые не совсем правильно понимают, зачем нужна каббала и очень большие раввины, переводят на русский язык слово «сфера» как «сфера». Удобно, да? Какое-то «сфера мироздания», звучит хорошо, но никакого отношения к реальности это не имеет. Максимально то, что мы могли, это не сфера, это не какая-то отдельная часть мироздания, называется такое. Нет, это определенная структура, которая состоит из этих аспектов. Каждая из них это определенная грань мироздания, они взаимосвязаны между собой. Это не сферы влияния, да? Так можно спокойно кидалопоконцу прийти. Хотя очень красиво звучит, удобно слово «сфера» перевести как «сфера» на русский. На самом деле это не сфера, а это аспект, какой-то ракурс мироздания. Так, теперь, вина – это одна из этих десяти сферот. У нас есть разные подсчеты, что такое десять сферот. Есть такие, которые включают себя кетер, что значит «венец». Есть такие, которые кетер и даат исключают молхуд, есть которые исключают кетер и даат исключают молхуд. Для простоты понимания назовем, что 10 сферот, они исключают кетер. Кетер это венец или другими словами это какой-то переходный момент от одного уровня к другому. Здесь нужно ввести еще один термин, который называется седер и шталшлут, о котором мы говорили, порядок снисхождения или цепочка снисхождения. Имеют в виду шалшелет, это своего рода гирлянда или цепочка, почему выбирается именно такой термин. Кстати, кто будет в четверг на лекции, тоже будем говорить про шалшелет, только совершенно в другом аспекте, потому что как работает цепочка? Цепочка работает так, что каждое звено зацеплено друг за друга. И нижняя часть верхнего звена является верхней частью нижнего звена. Понятно? Точно так же работает это и в порядке мироздания, где нет границы между одним уровнем и другим. Более того, это не уровень выше или ниже, это все наша широта кругозор. Это не значит, что, понятно, что образно мы говорим, поднялся выше или опустился ниже, но на самом деле имеется в виду, насколько ты больше видишь, шире видишь в этом мире причину и следственную связь. Вот и все. Это не значит, что кто-то поднялся и стал там ангелом, ему там дырочки сделали в спинке и крючки сделали, поэтому он поднялся выше. Нет. И каждый уровень более открытый, его низшая часть является высшей частью следующего уровня. И, по крайней мере, Аризаль так объясняет, вот этот уровень сфера, который называется кетер, она является вот этим переходным моментом. Вот этой вот частью в цепочке, где одновременно то и другое звено, вот это является кетер, где, опять же, Аризаль говорит, что есть высший кетер. Высший кетер – это высший уровень низшего мира, который является одновременно низшим уровнем высшего мира. А нижний кетер – это нижний уровень высшего мира, который одновременно является высшим уровнем нижнего мира. Потерялись, да? Нет? Понятно? Есть? Да? Поэтому давайте кетер мы исключим пока что из подсчета, просто для более простого понимания. И у нас есть дальше 10 сферот, которые делятся на 3 интеллектуальных и 7 эмоциональных. Интеллектуальные – это хохма биновы даас, что является аббревиатурой хаббат. Это в дословном переводе мудрость, понимание и разум. И 7 эмоциональных – это хэсэд гурат тифэрот, снэцэх от исот и малхус. Доброта, строгость, милосердие или гармония, слава, нет, вечность, слава и основа и малхус, и царство. Где, если взять все четырехбуквенное имя Всевышнего, я специально, может быть, как нам и сделан урок, где мы будем рисовать, но большая, то конкретно пишешь, что эти вещи рисовать нельзя. Потому что это не факт, что потом это можно уничтожать. Хотя сегодня есть достаточно много всяких табличек, которые это все объясняют. Где четырехбуквенное имя Всевышнего, оно включает в себя все эти 10 сферот. Где буква Ют, первая буква имени Всевышнего, это хохма, это мудрость. Помните, мы сравнили с сперматозоидом, точно так же и буква Ют выглядит. Буква Гэй, вторая буква, где есть три стороны, в отличие от точки Ют. Это бина, это второй аспект интеллектуальных, это второй интеллектуальный аспект. Дальше ДАТ, это промежуточный вариант, мы к нему не относим никакой буквы. Хотя некоторые считают, что верхняя часть буквы ВАВ, которая выглядит как Ют, я понял. Откроем просто картинку алфавита. Буква Ют, понятно? Это у нас первая буква имени Всевышнего, она соответственно понятию хохма, мужское начало, похоже на спиналтозоид. Вторая буква, буква Гэй, у нее первая буква, у которой появляются три стенки. С форточкой. С форточкой. Это соответствует бина, это понимание. Второй аспект. ДАТ, так как он не во всех подсчетах включается, мы его не соответствуем, не получаем никакой буквы, хотя третья буква имени Всевышнего, это буква ВАВ, где мы видим, что ВАВ состоит из чего? Из буквы Ют, видите, наверху буква Ют, такая же, и палочка, которая идет дальше вниз. Поэтому те, которые включают в подсчет десяти сферот ДАТ, они говорят, что вот Ют в букве ВАВ, это и есть отношение к интеллекту, это и есть ДАТ, которое порождение хохма, сочетание хохма и бины. А дальше ВАВ, вот эта вот, которая, вот эта сама черточка, длинная черточка, которая имеет, а сама буква ВАВ имеет аспект шесть. Это шесть эмоциональных аспектов. ХЭСЭД ГУРА ТИФЭРАЗ НАЦА ГОТ И СОТ. Так? Доброта, строгость, милосердие или гармония, вечность, слава и основа. И последняя буква имени Всевышнего, буква ХЭЙ, которая соответствует сфере МАЛХУТ, последней сфере, которая и есть передача информации дальше. А помните, мы говорили, что буква ХЭЙ, ГЕМАТРИЯ 5, 5 органов речи, это и есть рупор Всевышнего. Так, десять сферов укладываются в четырехбуквенное имя Всевышнего. Есть немножко, понятно? Так, дальше. Теперь, почему мы говорим, что ЧУВА и ЛАА, высшая ЧУВА, это БИНА, это вторая сфера. Так? Теперь, что, давайте вспомним, что такое ЧУВА. Полная ЧУВА. Когда полный перезапуск, нет ЧУВА ТИТАА, когда мы исправляем то, что мы сделали. А когда нужно все перезапустить заново, мы называли это «вдохни меня обратно». Помните, говорили, так приводили такой термин? Почему? Потому что дыхание, это и есть сущность Всевышнего. Когда Всевышний творит этот мир речью, а душу он вдыхает, как сказано, в Ипах, Буроха, и вдохнул его дух жизни. То это происходит из сущности Всевышнего. То, что дает жизнь человеку, это женщина. Это мать. ГЕЙ, буква ГЕЙ, БИНА, это женский аспект мироздания. ЮД, мужской, это точка, начало. Это сперматозоид. ГЕЙ, это яйцеклетка, которая придает форму этому сперматозоиду. И поэтому ЧУВА ИЛАА, это возвращение на то состояние до родов, до зарождения творения. Теперь, это не исправление греха. Вернуться в это состояние можно после того, как уже только никакого греха нет. Состояние праведника. Состояние праведника – это постоянный перезапуск всего мироздания. Но имеется в виду, что ЧУВА ИЛАА – это возвращение тебя в состояние до творения. Полный, полноценный перезапуск. Он возможен только тогда, когда мы восстанавливаем баланс мироздания, своим собственным усилием. И тогда себя перезапускать. Поэтому мы говорим, что ЧУВА ИЛАА – это возвращение на уровень Бина. Это исправление, что Алтарапи говорит, для простого смертного это невозможно. Исправление своих эмоциональных качеств, из шести эмоциональных аспектов, и по ним мы вскарабкиваемся, по букве ВА вскарабкиваемся в букву ЭЙ. И оттуда начинается выход совершенно нового света. Поэтому ЧУВА ИЛАА называется воссоединение с высшей буквой ЭЙ. А буква ЭЙ – это вторая буква Министерства, которая есть Бина. И оттуда рождаются новые эмоциональные качества. Мы исправили себя полностью. Что такое цадик? Когда мы говорим, кто такой правильник? Правильник, который полностью изменил природу своего животного начала. Наше животное начало находится в нашем сердце, что является источником наших эмоций. Царик – это тот, который исправит, эти эмоции не перестают существовать, как источник животного начала. Они полностью меняют, они не подчиняются Божественному началу, а они становятся Божественным началом. Сами по себе они это не сделают. Как бы мы ни старались, мы можем контролировать свои эмоции, можем контролировать свое животное начало. Но для того, чтобы изменить природу, это не в наших силах. Поэтому нужно перезапустить все мироздание, и должны родиться новые эмоции. И поэтому из буквы «эй» спускается новая буква «вав». Это состояние Чувайла, это не исправление греха, это исправление всего. Есть? Понятно? Поэтому Чувайла называется «бина». Или, как говорит книга Зодда «бина» и «дешу вайла», что «бина» – это «выше от шува». Или приводит цитату одной из самых непонятных заповедей в Торе, которые сейчас немножко на нее прольем свет. «Вэгээм рубецит алейфрухим». Или, как продолжает свое слово, «о алейбэйцим». «И как мать, которая кудахчет над своими цыплятами или над своими яйцами». О чем идет речь? И мать, не как мать, а и мать, мать, просто там, опять же, мать, которая кудахчет над своими цыплятами, тут здесь написано «яйцами», но цитата продолжается из книги «Дворим» «кудахчет над яйцами». Что имеется в виду? Когда не хочется взять яйца, надо съемить. Заповедь Шилоха Кен. Помните такую странную-странную заповедь в Торе? Когда заповедь... Согнать птичку? Когда ты видишь яйца в гнезде, ты должен, для того, чтобы взять яйца, ты должен согнать... Птичку. Ножки положили. Да? Согнать птичку. Нафига это делается? Причем делается, даже когда тебе сегодня, потому что яйца не нужно сказать, потому что за это продлеваются годы жизни. Но это считается офигенно крутая заповедь. Я первый раз это увидел много-много-много лет назад, это был 93-й год, по-моему. Да, по-моему, это был 93-й год, когда приехал, я работал в Одессе, и приехал мой из Америки резать всех необрезанных. Мы тогда 27 человек за один день обрезали. И... Два мойля было. Два мойля, не может, 27 человек за день обрезали. Два мойля, отец и сын приехали. Два мойля, 27... Держал другой раз. Нет, нет, отдельно резали, я там с ним ассистирую, 27 человек за день. И потом он в Одессе, в обычном дворе, не помню, какой он, ну, в центре города, дворе Калутия, он ночевал у тогда председателя общины, и я там тоже ночевал, и вдруг он утром лезет в окно в Одесском дворе, доста... Там колубинное эти самые гнездо, он там птичку согнал, там два это, три лица каких-то лежал, он взял это гнездышко, завернул его, попросил ему ждать кулечек, он говорит, я это привезу с собой, лакирую, поставлю, мы будем все в шоу. Ну, я тогда только-только начинал случиться в шоу, я был в полном шоке. Он не собрался это есть. Вот, это то, что он говорит, он говорит, нет, это большая заповедь, и действительно, это большая заповедь, брать вот эти гнезды, когда ты видишь. Слава Богу, евреи на природе мало бывают, и мало гнезд гоняют, но... ...то сейчас мы пытаемся понять, потому что на самом деле этой заповеди в Кабале утиряется огромное внимание. Заповеди категорически непонятны, и здесь обратите внимание, как цитата из Зора, то, что объясняет, что такое отшивай-ла, что выше отшива, это и есть бина, говорится, что это как мама, которая кудачит над своими цыплятами и над своими яйцами. Теперь, конечно же, это все аллегория, только не поймите меня, что идея в том, что Тору нужно воспринимать аллегорически, как кто был на лекции в четверг, да, в четверг я на лекции об этом говорил, про одного реформистского раввина, который спорил там с одним... в группе в WhatsApp это поставил, evangelical Republican, который говорит, что... ну, что там они спорили, по Public Education, а он там представился как раввин, и этот... Крис... ну, не помню, какой-то известный молодой спикер, он говорит, скажи мне, как ты считаешь, частная школа, еврейская частная школа, она дает лучшее образование, чем в Public School, только говорит, я не верю в еврейское частное образование, it's too much orthodoxy, they brainwash their kids. Он говорит, что значит brainwash? They teach them Torah. Он говорит, yes, they brainwash... Он говорит, ты же рабай. What are you talking to me? You're talking to me about brainwashing kids with Torah? Он говорит, yes, but you didn't understand our Jews, we don't understand Torah literally. Он говорит, what do you mean, don't say? Torah, literally, literally Torah. This is nothing else. Короче, он начал... мне прямо стыдно было, это травило, он говорит, you're a Christian, you're not gonna tell me, a Jew, what the Torah is. Я вообще... Честно говоря, мне уже было стыдно. И этот чувак ему говорит, мне кажется, что это undermining the status of the rabbi to tell a Christian that he's not gonna tell him what the Torah is. We have the exact... I'm evangelical, and I have exactly the same Torah, like you say. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Determiny. Ну, короче, позор просто был какой-то. This is American, I can have any... I can say whatever I want. Yeah. Но, когда мы объясняем таким образом, нужно думать, что это все какие-то аллегории. Нет, это конкретный заповед. Но то, что может стоять за этой заповедью, гораздо больше, чем просто яйца, птичка и цыплята. И то, что здесь алтар-ребе приводит, это статус книги Зор, то, что нам пытаются объяснить. Это, на самом деле, для этого нужно понять, что такое яйца и что такое цыплята. Окей? Я как говорил на прошлом уроке, что мы не то, что мы будем выяснять, что раньше было курица или птица, но имеется в виду, что в данном случае, в чем разница между яйцами и цыплятами. И почему говорится, что мама, что бина, это мама, которая кудахчет над своими цыплятами, над своими яйцами. Почему и то, и то упоминается. С точки зрения еврейской мистики, что такое яйцо? Яйцо это неродившийся цыпленок. Что такое цыпленок? Цыпленок, он абсолютно беззащитный, он не умеет летать, он не умеет сам о себе заботиться, о нем мама до сих пор, она должна обо всем о нем заботиться, но это уже бред, это уже творение. Он уже существует как единица. При этом его все равно нужно контролировать. Яйцо, с другой стороны, это цыпленок там только в потенциале. И в данном случае книга Зор объясняет, что это предложение говорит о бина, как аспект понимания, которое порождает эмоции. Что здесь хочет нам сказать Алтаре Бетефра, приводя Зор? Что эмоции должны быть контролируемы. Что эмоции это цыплята и как яйца, которых должна они заботиться мама. Мама это понимание, это наш интеллект. А яйца и цыплята это наши эмоции. где есть разные эмоции, есть люди в разном эмоциональном состоянии. В психологии есть такое понимание, как emotional intelligent. Что такое emotional intelligent? Ты знаешь такое понятие, как emotional intelligent? I don't remember learning that. Ты взял один курс по психологии в колледже, ты уже три взял. Ты думаешь, что ты уже все знаешь. Ты мне напоминаешь Акиву, который нашего младшего сына, который сказал, когда он не хотел идти в четверг на урок, Наташа, мне говорят, что ты не посидишь у папы на занятия. Он говорит, But I know all this stuff already. It's not, I learned all this stuff. I didn't say I learned that. I don't remember learning that. I'm joking. Emotional intelligent это считается, что это состояние, которое вырабатывается в социуме, где позитивные действия, они становятся естественными. Когда человек достигает состояния, в котором он автоматически принимает правильные решения, потому что так нужно, потому что так правильно. То есть это состояние, которое считается вырабатываться столетиями. Хомо-моральтс? А? Хомо-моральтс? Да, больше даже. Это и есть состояние правильных, где твои эмоции, где твои решения, они контролируются твоим интеллектом. Emotional intelligent. Теперь получается, что этот цыпленок это emotional intelligent. Там уже есть проявленные эмоции, там уже есть эти эмоциональные качества, яйцо, они там тоже есть, но они только скрыты в потенциале. Оно еще не развило для себя это emotional intelligent. Но при этом и те, и другие эмру вецитали фрахея, мама кудащищая над своими цыплятами и над своими яйцами, потому что так или иначе контролировать это все должно только интеллектом. И обратите внимание, за чего яйца становятся цыплятами? Как яйца становятся цыплятами? От тепло. От тепло мамы. Мама их высиживает. Не обязательно мамы. Ну, это в испрощенном обществе, это будет папа. Я шучу, ни в коем случае, но папа тоже может высидеть на здоровье и вопрос, у кого больше выплата по декретному отпуску сегодня. У меня есть достаточно много друзей, которые выходят в декрет, мужья выходят в декретный отпуск, потому что больше получают. Ну, есть. При этом, даже если существует emotional intelligence, все равно должна быть курица, которая над ними кудачит, она должна быть мама. Но когда ее еще нету, для того, чтобы она появилась, то и мама вообще не должна отпускать ее. Она должна полностью контролироваться. И это здесь уже нам проливает свет, почему бина называется тшвайла. Как мы скажем, что тшвайла это порождение совершенно новых эмоций, совершенно новых эмоциональных аспектов, которые происходят от мамы, от интеллекта, от бина, от понимания. И эти эмоциональные аспекты, эти эмоциональные доброта, строго и так далее, они полностью контролируются, а они результат интеллектуальной деятельности. Теперь, если вы вспомните, что мы говорили в прошлой главе, что тшува и ла, это высшая тшува, это изучение Тора и выполнение заповедей Всевышнего. Что имеется ввиду? Как человек может стать Богом? Нет. Имеется ввиду, что ты находишься в таком единстве со Всевышним, что это твое, то, что ты выполняешь, это напрямую выполнение Всевышнего в этом мире. Ты полностью растворяешься в желании Всевышнего. До того, до того ты над собой работал, ты себя контролировал, ты развивал свой интеллект, ты контролировал свои эмоции для того, чтобы выполнять желания Всевышнего. Ты исправлялся. После этого тшува ила то, что ты выполняешь заповеди, это не значит, что ты прилагаешь усилия. Это естественно. И они называются интеллектуальным выполнением заповедей. Не эмоциональным, не естественным. Оно заложено в нас естественное выполнение заповедей. А именно интеллектуальным. Поэтому уровень высшей тшувы называется изучением... Давайте даже вернемся и посмотрим, где он говорит здесь это в тексте. Он здесь говорит, что человек будет заниматься торой, любовью и трепетом, трепетом любовью, желанием всевышнего. То есть он становится одним целом с всевышним. Это порождается наоборот. Не мы поднимаем себя к служению всевышнего, а все происходит с другой стороны. Еще раз повторяю, это глубоко теоретически, потому что это уже после тшувы. Это уже не тшува. Это обратная связь. Это уже другое состояние. Давайте прочтем это в тексте, посмотрим, что Алтараб здесь говорит. Другими словами, шалидейши мидбонен бгдулат ашем биямаката дат в молитвы марбэх бинато дилхи урхим усихли битуф таам бидат. С помощью чего происходит вот эта вот мама, которая кудахщит над своими яйцами и как они называются, птенчиками. То есть интеллект контролирует полностью эмоции. С помощью полной концентрации увеличия Всевышнего и погружения в это своего разума рождается и расширяется понимание понимание дыхи урхим трепета и любви интеллектуальных и наполняется это пониманием и смыслом. Хорошим пониманием и смыслом. Что имеется ввиду? Что имеется порождается интеллекта. А до того здесь есть один очень сложный момент. Все, что мы говорили до этого, для того, чтобы достичь этого состояния чу, для того, чтобы достичь вообще служить служение Всевышнего, это постоянное развитие своего интеллекта. Постоянное развитие средней, то, к чему нас обучают, эта книжка, чем мы должны достичь, это состояние, в котором мы настолько развили свой интеллект, что он полностью контролирует наши эмоции. Это то, к чему мы должны стремиться, что ты не принимаешь спонтанных решений, что ты настолько развиваешь свои аналитические способности, что в каждое мгновение ты знаешь, что хочет от тебя Всевышнего, что ты сейчас должен сделать. Это то состояние, которое мы стремимся достичь. Чего же он нам говорит сейчас? Что состояние, которое уже следующим, это чу-ва-ла-выше от шу-ва, это порождение интеллектуальных любви, трепета и наполнения их смысла. Ведь это то, чем он отличается от предыдущего состояния. Вопрос понятен или не очень? Повторю еще раз. Все цель развития человека, которого мы можем развить своими собственными силиями, это развитие своего интеллекта настолько, что он полностью контролирует эмоции. То, что мы сейчас обсуждаем, это абсолютно теоретически, это высшая чу-ва, когда мы порождаем интеллектуальную любовь и трепет. Но это ликтем к тому, что если бы мы достигли уровня, в котором следующий уровень возможен, который называется чу-ва и ла. Мы достигли благодаря тому, что мы развиваем в себе интеллект. Почему? Что же новое рождается? Разница заключается в следующем, что на самом деле в каждом из нас заложено естественное желание близости со Всевышним. Фрейд называет Эдипов комплекс или комплекс электры, кто-то называет стремление бессознательности. Алтарев говорит, что да, у нас интимные отношения имеют огромную роль, потому что интимные мужчины и женщины это моделирование мирознания, сочетание этого мужского и женского настроения, начало и хохма и бины. Все остальное приводит к катаклизму в этом мире. Поэтому у нас заложены в природе, в нас желание приблизиться ко Всевышнему. Другой вопрос, что это естественное состояние человека, сотворенного с животным началом. Где у нас есть животное? Есть божественное начало. Все, что мы делаем, мы развиваем на самом деле свое животное начало, не божественное, божественное, с ним все в порядке. Мы развиваем свое живое начало, чтобы наш интеллект осознавал, что выполнение желания Всевышнего это правильно. как мы это развиваем? Путем проб и ошибок. Элементарный пример, который приводится в Медоши, Тандава Каана, по-моему, называется, о том, что если вы возьмете маленького ослика и поставите на крышу дома, ослик не спрыгнет. А если вы возьмете, если там ослику три месяца, а если вы поставите трехмесячного ребенка, поставите на край крыши, он да, спрыгнет. Почему? Потому что объясняется очень просто. У этого маленького ослика нету божественного начала. Души. Начало есть, души нет. У него есть только животное начало, которое полностью построено на инстинктах. Эти инстинкты заложены с ним по природе. Он так живет, это его жизнь. Мы, блин, сотворены с двумя началами. и у нас есть свобода выбор. И поэтому, несмотря на то, что инстинкты нам скажут не делать этого, эти инстинкты у нас еще как в яйце в потенциале. И поэтому нам нужно их развить для того, чтобы мы не спрыгнули с крыши, но пока они еще яйцо, а не цыпленок. Мы спрыгнем с крыши, потому что у нас есть свобода выбор. Но когда мы засунем два пальца в розетку, мы еще раз это сделаем, в большинстве случаев нет. Ну, есть, конечно, выдающиеся личности. Да, не будем приводить исторические примеры, но есть выдающиеся личности, которые засунут. Но в принципе, как только ребенок учится, он вырабатывает, что значит вырабатывает инстинкт? Это значит, он вылупляется из этого яйца. то, что у него было лицом, эти эмоции были в потенциале, они раскрываются цыпленком, но мама все равно над ними сидит. Почему? Потому что для того, чтобы включить у человека этот инстинкт, нужно что? Нужны мозги. Без мозгов мы спрыгнем с крыши. А ослику это не нужно. Он уже ослик, он уже цыпленок, ему не нужно, у него эти инстинкты развиты на природном уровне. У человека эти инстинкты на природном уровне не развиты. Таким образом, когда мы делаем чува ТТА, мы постепенно развиваем свои инстинкты, мы постепенно поднимаем природное наше желание, стремление ко Всевышнему и делаем это на интеллектуальной основе. Но когда мы этого достигли, мы вылупились, нам уже скорлупа не нужна, нам нужно что-то новое, нам нужен какой-то другой подход. И поэтому рождаются совершенно новые эмоции, которые основываются на любви и трепет, которые являются не по своей естественной природе инстинктивной, а по своей естественной природе интеллектуальной. А инстинкты и эмоции это то, что наполняет это смыслом. А эти инстинкты уже наполняют наше интеллектуальное проявление эмоций, почему мы это делаем и так далее. Потом это уже в этом через эмоции оно уже дальше проявляется. Я думаю, что на этом мы остановимся. По-моему, сегодня было достаточно путешествия. Пусть путешествия.